Правительственная комиссия в Тулуне уже не в первый раз, но после первого визита ситуация сильно изменилась. Город накрыла вторая волна паводка. Многие работы пришлось остановить, а некоторые начать заново. Вице-премьер России Виталий Мутко и губернатор Сергей Левченко осмотрели, как идет берега укрепления на улице Павлова. Здесь выполнено 75% необходимых работ. Задействовано более 100 человек и около 150 единиц техники. Завершить этот участок планируют в течение пяти дней. Но самые острые вопросы на встречу с жителями. Они обступили Виталия Мутко. У каждого свой особый случай. С каждым нужно разбираться индивидуально. Елена Осинская купила дочери в братский квартиру в ипотеку. Сама с мужем осталась в Тулуне в старом доме, который теперь не пригоден для проживания. Выплачивают кредит уже два года. Осталось еще восемь. Теперь с получением жилищного сертификата возникли сложности. Формально у семьи есть жилплощадь. Получается, сейчас нам могут отказать от получения сертификата, потому что у нас есть иное жилье. Но как заверили нас сейчас, что это будет пересматриваться и скорее всего нам дадут тот сертификат. Но я не знаю. Вторая волна наводнения изменила планы и жителей, и властей. Многие здания, которые изначально планировали восстановить, теперь признаны непригодными. Да и жители, которые планировали остаться на старом месте, теперь поменяли решение. Мы договорились, что возьмет правительство Илькутской области, не придавая уже федерального статуса, где просто подтопило несколько домов, вода там ушла. Здесь мы скорректируем программу восстановления и жилищных прав граждан, и восстановления социальных объектов. С учетом той зоны подтопления, которую мы сегодня увидели. Где действительно целесообразности никакой, как вы правильно отметили, нет. Ни восстановления сегодня жилья, ни восстановления социальных объектов. Ну и люди сами не хотят просто туда уже возвращаться. Вот это повторение того, что если первый раз волна прошла, они как-то там держались, а сейчас второй раз зашла волна, уже понятно, вода, уже понятно, что эти дома не подлежат восстановлению. Детский сад «Родничок» – один из объектов, который топило дважды. Причем после первого наводнения строители успели даже постелить новые полы. Второй июльский поводок уничтожил всю эту работу. Здание основательно подмыто, и не исключено, что власти примут решение о его сносе. Параллельно ускоренными темпами должно начаться и строительство нового жилья. Виталий Мутко поставил задачу начать эти работы в течение августа. Евгений Павлов, Виктория Малая, Павел Рюкин. Новости сейчас.